Кашихабльский район всегда славился своими спортивными достижениями. И для этого одной из приоритетных задач администрации района является создание инфраструктуры для занятий различными видами спорта. В январе текущего года на базе СОЖ-1 Аула Кашихабль началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках реализации региональной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Данный спортивный объект станет крупнейшим в муниципалитете. Несомненно, даст новый импульс физическому развитию жителей района. Именно поэтому все, что связано со строительством ФОКа, всегда под пристальным вниманием администрации района. Мы контракт разыграли в конце 2019 года. Уже в декабре заключили контракт с подрядчиком по итогам открытого аукциона. И, в принципе, не дожидаясь праздничных дней, выходных, уже здесь начались разбивочные работы. Было проведено уточнение по съемке. Ну и, соответственно, сразу же после праздников уже приступили к земляным работам. Поэтому у нас, в принципе, мы идем по графику работ. У нас окончание и вот в эксплуатацию – это в конце 2020 года. Так что ждем. Будет хороший подарок к Новому году в Ауле Кашихабль. Строительством ФОКа занимается фирма ООО «Интера» – город Санкт-Петербург. По словам заместителя генерального директора Юрия Щербина, порядка 40% работ уже сделано. Площадь этого строения составит более 2000 квадратных метров. Всего в возведении комплекса задействовано около 70 человек и 23 единицы техники. Подрядная организация работает на совесть, от зари до зари, в зависимости от погодных условий. На самом деле сделана большая уже работа, просто ее особо не видно. Но это уже практически, если можно сказать, почти 50% всего строительства, потому что здесь были выполнены глобальные работы по устройству фундамента, подсыпки грунта, выравнивания, выведения в ноль. Уже сейчас, если вы видите, уже подлит полностью фундамент и ставятся каркасы. Все остальное это уже достаточно быстро делается. Это по новым технологиям быстровозводимых зданий. Обшивается фасадными панелями и делается ремонт внутренних помещений. То есть это уже достаточно быстрые работы такие. Они, в принципе, и делаются достаточно хорошим темпом. Все основное это было вот здесь, потому что фундаменту нужно было настояться, нужно было сделать все в соответствии с нормами. Вот эти металлоконструкции, они тоже достаточно, видите, они большие, они такие глобального такого порядка. И они изготавливаются по индивидуальному заказу. Это самая долгая, дорогостоящая позиция. Хочется отметить, что это место было выбрано не случайно, говорит заместитель главы района по ЖКХ, архитектуре и строительству Евгений Глазунов. При создании таких объектов непременным условием является наличие коммуникаций. Этот фок, он многофункциональный, универсальный, скажем так, будет большой зал для универсальных видов спорта. Но это в основном силовые виды спорта. То есть там можно заниматься по новым требованиям, чем угодно, в принципе. Также еще предусматривает в нем малый борцовский зал и вся инфраструктура к комфортному пребыванию. То есть это будут комнаты отдыха, это будут раздевалки, это медкабинеты, ну и вся сопутствующая современным требованиям инфраструктура к нему. Также будут предусмотрены здесь и вокруг благоустройства, парковочные места, освещение, зеленые зоны. Вы в целом довольны темпом работы? Да, но у нас немножко, конечно, ситуация с карантином выбила, но сейчас мы его наращиваем. Дело в том, что по понятным причинам в карантинный период многие предприятия не работали. Производить работы без материалов было невозможно, но сейчас мы это все выровняли уже на данном этапе. И, в принципе, никаких у нас исков по отставанию или несдаче, тем более у нас как бы не предвидится. Как вы думаете, подрастающее население будет довольно конечным результатом? Я думаю, конечно. Я думаю, конечно, будет довольно. Опять же, повторюсь, что это все сделано с новыми современными технологиями. Тем более у нас, что не может не радовать, все-таки молодежь сейчас активно занимается спортом. И здесь, я думаю, что никаких не будет у нас сомнений о том, что этот зал не будет функционировать. Учитывая то, что другие у нас залы все вполне работают и людей там достаточно. А тем более здесь с новым оборудованием, я думаю, это даст, наоборот, еще импульс и толчок для того, чтобы сюда приходить и чем-то заниматься. По соседству со строящимся ФОКом расположенный комплекс по борьбе с самбо и дзюдо, открытый три года назад. А также спортивная площадка на территории Кашхабльской средней школы. Таким образом, с открытием нового объекта в центре аула появится настоящий спортивный городок в шаговой доступности. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабльского района. Новости Кашхабльского района. Продолжение следует...